Анализ личности с точки зрения психологии, с точки зрения эзотерики – это матрица судьбы Южная Корея. Южная Корея – достаточно такое устойчивое государство, по судьбе дана победа. Вообще, устройство Кореи или об устройстве Кореи можно сказать, что это домострой. Это государство, сравнимое с домом, с чем-то таким объединенным, с чем-то таким закрытым, у которого есть источник питания. Это всё равно как резетка электрическая в квартире. Так вот, очень много им дано. Почему? Потому что у них… Они живут на уровне генетической памяти. На уровне генетической памяти. Всё, что у них происходит, это благодаря вот этой генетической памяти. Что касается каких-то мистических влияний, о чём вы, дорогие мои, все любите слушать, интересно вам знать. На мой взгляд, является мистикой то, что Южная Корея, в крайнем случае, очень много людей, которые медитируют над собственной кармой, над кармой рода. Отсюда идут некие откровения, наития, то есть открываются какие-то перспективы, они получают подсказки. Это делается с целью уяснить своё прошлое, настоящее. Лучше представлять, чем обеспечить это будущее, какую линию поведения, жизни выбрать. И это всё претворяется или же уводится в жизнь. Южная Корея, а вернее население Южной Кореи, как и китайцы, кстати, у меня есть матрица судьбы Китая. Посмотрите, пожалуйста. Так вот, Южная Корея, то есть люди, народ Южной Кореи, они, как и китайцы, медитируют на портреты родственников, ушедших родственников. Они блюдут, они соблюдают некие каноны, и у них, у всех есть генеалогическое древо, которое хранится и передаётся из поколения в поколение. И кто бы что ни говорил, кто бы что ни отрицал, а каждое государство при рождении, с момента образования, точно так же, как человек с рождения, предприятие, которое организовывается, у него тоже есть дата рождения, даже смена президента, когда человек побеждает на выборах, вступает на пост президента. Так вот, мало того, что матрица есть конкретно у человека, так есть ещё и матрица поста президента. Именно от этой матрицы, от момента вступления на пост президента, то есть открытия вакансии президента, и зависит, каким будет этот президент. Так вот, что касается Южной Кореи, когда появляется новый президент, то в Южной Корее обращаются к истокам, к генеалогическому древу, то есть к памяти предков, для позволения посадить на трон счастье нового президента, который должен разгребать грязь, биться со злом, то есть вступать в борьбу с демонами, которые тоже питаются энергией страны, энергией народа, которые считают народ и страну своей законной добычей, конечно же, не желают отпускать по добру, по здорову. У демонов самое главное оружие против народа, против Южной Кореи, государства – это грехи. Это грехи чиновников, это грехи народа. Поэтому на каждом из отдельных уровней жизни есть свои какие-то обряды, обряды какие-то свои, мантры. Конечно же, дорогие мои, в это не все, наверное, на данном этапе верят, но матрица судьбы Южной Кореи об этом говорит, что это живет, это процветает. И точно так же, как у многих народов, в частности, славянских народов, энергию страны, энергию предков охраняют мудрейшие, старейшие, имеющие внеземную энергию, силу, которая передается из поколения в поколение, по роду, по судьбе, по карме государства и конкретного рода. Таких людей немного, но они есть. Все зависит от того, насколько в данном роду государстве помнят, уважают и почитают своих предков. Что касается, как говорят, тотемного животного, то в Южной Корее защитником страны является птица, это вещий ворон, он является очистителем от падали и в то же время, о, это хранитель ключей от неба. Это страж неба Южной Кореи. Ему дана возможность быть проводником высшей воли. Это одиночка, это скептик. Он разоблачает любое зло. Ворону вообще совершенно не важно, что подумают другие. Ему важно донести истину, какой бы горькой она ни была. И прежде всего до государства, то есть до народа. Человек, старающийся жить без грехов, получает долгожительство. Об этом говорит матрица судьбы Южной Кореи. И, конечно же, рядом с добром идет зло. Олицетворение добра, как я сказала, вещий ворон. Олицетворением зла или же антитотемом является хамелеон. Он слащавый, ласковый. Он может втираться в доверие. Такой приспособленец, соглашатель, изворотливый, продажный. Всегда стремится занять в обществе удобную позицию. Всегда говорит то, что угодно или любят слушать другие. Может маскировать зло, делать вид, что все в порядке. То есть маскировать зло под добро, не имеет своего мнения, гибкий и беспринципный. В матрицу судьбы Южной Кореи заложена и интуиция, и сила воли. И откровенность, именно сила воли и откровенность Южной Кореи дает им успех. В чем, кстати, другие бы оплошали, а они идут вперед. Это вожак, это реформатор, это мыслитель, это изобретатель. Именно поэтому мы долгое время покупали технику, например, из Южной Кореи. Это была самая лучшая техника. Почему говорю «была»? Потому что сейчас ее не видно в магазинах. Больше всего техника, сделанная в Китае. На протяжении всей жизни Южная Корея открыта для мира, пользуется популярностью. В Южной Корее очень много астрологов, оккультистов. Сама Южная Корея состоит в каких-то обществах такого типа, является членом каких-то организаций. По судьбе Южной Кореи дан талант изобретателя, некий авантюризм, торговый талант они умеют продавать. Это купец, коммерсант, у которого много денег. Все средства, все силы, все, что продается, все, что производится, все направлено на благосостояние внутри страны. Южная Корея практически не участвует ни в каких благотворительных акциях. То есть она не проявляет жестов доброй воли. Все, что они делают, они делают на благосостояние своего любимого государства, то есть себя любимых. Хочется сказать только одно, что глядя на Южную Корею, на представителя, гражданина, человека Южной Кореи, не надо думать, что это простачок, это человек с быстрой интуицией, у него подвижное восприятие и хорошая память. Они все хорошие оккультисты, у них оккультные интересы, то есть это направление у них очень хорошо развито. И это, кстати, неплохо. Почему? Потому что именно благодаря оккультным интересам, связью с космосом, через подсознание, они получают информацию, которая очень хорошо помогает в таких направлениях, как физика, атомная энергия, современные науки. Именно поэтому у них очень хорошо развита духовная энергия, острый ум. А главное качество у них – это решительность. Кстати, они говорят то, что думают, работают целеустремленно, продуктивно, свои идеи притворяют в жизнь, очень хорошо делают свое дело, умеют понятно излагать свою точку зрения. У них очень быстрая интуиция и подвижная восприимчивость. Я уже говорила, что у них хорошая память, оккультные интересы. И все, что они изобретают, они получают именно через культивирование вот этих оккультных знаний. Не поверите, но в школах у них преподаются оккультные науки. Так как это все у них культивируется, то я думаю, именно на этой почве в рамках государства может проявляться некая аморальность, безнравственность и полная путаница добра и зла. Но это все идет тоже через подсознание. То есть философия, религия, все, что касается подсознательных процессов и того, что попадает в страну извне. Как я ранее уже сказала, совершенно другое поколение приходит к власти, у них свои цели, свои задачи. И, в общем-то, они считают уже на данном этапе, так же, как и в других странах, что они боги. Они традиции, не предки. Но, тем не менее, генеалогическое древо, медитации на портреты предков, обращение за помощью к предкам в Южной Корее процветает. Ну и в конце, конечно же, скажу то, что вот эти знания, эзотерика, астрология, все то, что дается многим с рождения, здесь есть некая конкуренция между людьми и людьми государства или же государством. То есть и те, и другие хотят знать, обладать, использовать. Поэтому вероятность того, что народ может быть врагом государства, тоже велика. То есть есть некая конкуренция. Она была и раньше, но на данном этапе она достаточно велика. Дорогие друзья, родные мои, это был кратенький анализ личности или же матрицы судьбы Южной Кореи. Мы все знаем это государство. Мы пользовались, а некоторые и до сих пор пользуются продукцией Южной Кореи. Мы любим продукцию Южной Кореи. Я надеюсь, что информация, которую я вам сейчас дала, она будет вам интересна, полезна. В целом же анализ может быть очень большой. Но это государство. И рассказывать о том, что и религия, и искусство, и философия, все востребовано и все работает, я думаю, это лишнее. Но в целом очень интересная и насыщенная матрица судьбы у Южной Кореи. Но я вам дала то, что, на мой взгляд, может быть вам интересно. На этом все. Мира, удачи, добра. Ваши комментарии и лайки приветствуются.